13 елочных базаров открылись в Ленинском городском округе к Новому году. Сразу два у магазина Курс. Как выясняется, погода на спрос и настроение покупателей не влияет. Снега нет. Погоды, конечно, нет. Ну, я думаю, скоро будет. Так настроение хорошее, новогоднее. Вот, все хорошо. Ну, елку покупают как активно? Покупают, да. Вот если сравнить с прошлым годом. Да, да, берут, в принципе. Хорошо покупают. Вот, елочки, все идет. Цена на елку колеблется в довольно больших пределах от 800 рублей до более чем 15 тысяч и зависит от ее размера, сорта и происхождения. У нас определенный метраж, определенная цена и несколько сортов. Люди любят красоту. Есть датская ель большая, вот. Есть фрейзер. Фрейзер – это второй сорт, вот, дальняя елка пихтовая. Недавно завез, получается, норвежскую ель. И наши красивые тоже есть хорошие ели и сосны. Все елочные базары оформлены в соответствии с единой праздничной концепцией. Везде установлены ограждения и освещение. Конечно, каждый мечтает поставить в доме большую лесную красавицу, но не у каждого есть такая возможность. Если квартира малогабаритная, вам подойдут вот такие малыши. Несмотря на размеры, они тоже способны создать новогоднее настроение. Именно такую и выбрал покупатель, который пришел на базар во время нашей съемки. Павел Цуканов руководит парками города Видное и толк в елках знает. Я думаю, это хорошая елочка, которую можно поставить где-нибудь на столе, которая не будет мешать. А основную же елочку чуть попозже. А, то есть в доме будет несколько елок? Конечно. Многие долго не убирают новогоднее дерево. Чтобы елка дожила хотя бы до старого нового года, необходимо соблюдать несколько рекомендаций. Некоторые ставят, например, у батареи, могут воды не подлить и так далее. Есть еще такой момент, что если заморозится, она, например, здесь, да, и в дом тоже осыпается, как бы. Ну, а если при соблюдении адекватных условий, то, что ни у печки, немножко дать ей отстояться на балконе, чтобы рекомендацизация прошла нормально, да и все, и будет стоять хорошо. Елочные базары работают в городе Видное, а также организованы места для их продажи в поселках Развилка, Измайлова, совхоз имени Ленина и селе Молоково. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.